Валерий Курасович, мать держал в напряжении, пожалуйста, Ваш комментарий. В напряжении держал, точно. Но на самом деле, как-то начало, не предполагали, что так мы быстро пропустим, достаточно легко пропустили. Хотя говорили, что быстро разгоняют атаку, и надо в центре, чтобы был игрок, и первый гол пропустили после потери быстрой атаки. Ну и второй удачно пробил после стандарта Дегтярев по-мастерски. А в целом, до этого я считаю, что и содержание было, и подходы были, и как-то команда реагировала. Правильно, ну а после того, как 0-2, надо отдать должное, все-таки характер есть, и команда сумела и открытать мяч, и давление оказывать на соперника. Хотя, думаю, что Сокол, может быть, учитывая счет, и игроков своих быстрых пытался быстро контратаковать, но и здесь в основном мы пресекали атаки. А второй тайм, ну, вышли, может быть, сил у нас больше, может быть, мотивация, то, что надо вытаскивать матч, и считаю, что героически очень сражались соперники, героически, и понимали, что надо обезопасить себя. Ну и мы, в общем-то, давление оказывали, и там момент был, в штангу попали, какие-то были подходы, но очень большим количеством, и не может быть, эмоции брали вверх, потому что все три эпизода, которые были опасны во втором тайме, они пришли после фланговых передач. И в этом плане мы очень, доставка большая, длинно доставляешь, обратно получаешь мяч, или мяч уходит, и время, считаю, что мы теряли этими длинными передачами. Ну так, ну, что сделаешь? Обидно проигрывать, но, наверное, наверное. Так уж, надо принимать и двигаться дальше. Пожалуйста, вопрос. Спасибо. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Вот, вероятнее всего, все-таки, будет играть в стыках? Не знаю пока, не знаю. В зависимости от результатов. Ну, поэтому надо, надо... Вас радует. Вот, эти сомнения стыковые мочи, они подадут импульс развития футбола у Вас? Вы знаете, я вообще считаю, что результат понятно, да, что какой-то интерес к команде, в общем-то, повышается, да. И сегодня, может быть, интерес выше стал. Но я считаю, что если разумные руководители в регионе, в любом, да, и у Вас тоже, они должны не от того, что команда вот сегодня дала какой-то результат и интерес подняли. А вообще, футбол, в общем-то, значимый вид спорта, да, и для людей очень значимый. И в этом плане, я считаю, что надо планово, планово понимать, как команда будет развиваться, как спорт этот внутри региона будет развиваться, да. И тогда будет, в общем-то, команда не будет ее то вверх, то вниз, да. И надо просчитывать не только спортивную составляющую, надо и расходную часть просчитывать, потому что это вещи взаимозависимые, да. И надо в глубину посмотреть, надо детским футболом заниматься, чтобы все-таки свои ребята были, надо молодежным футболом заниматься. Это длинно, видите, это длинно, потому что ребенок, когда идет, это 10 лет, по-моему, молодежный футбол. Если этим глобально в регионе не заниматься, то сегодня интерес есть, а завтра интереса нет. И в этом плане попадем мы в стыки, не попадем, нужно понимать руководителям, что сегодня болельщик тяжело к нам ходит, да, ну, чуть-чуть прибавляется. Но сам интерес в городе, он стал выше, выше, да, и в том числе от того, что мы, наверное, ну, лучше делаем свою работу, чем до этого кто-то делал, да, и команда поступательно двигается вверх. Но, опять же, если мы не будем думать о корнях и длинно не смотреть, то это может быть, вот как я пришел и здесь вспоминали 2000, какой год это был? 2001 год, когда команда заняла там шестое место. И вот это как собственное достижение, мне все время говорили, шестое место это супер достижение, это за всю историю самый высокий показатель. А я говорю, что, а потом что было, а потом команда транзитом ушла вниз, да, а потому что, наверное, вложили больше, чем нужно, а потом от руководителя упрек, из-за чего вы сказали, будет лучший результат, вложили. Поэтому и мы, тренеры, должны быть ответственны и понимать, что как надо доносить, и не желаемое задействительно выдавать, а реально должны говорить, как будет развиваться, и слова наши должны соответствовать, в общем-то, нашим делам, да, а не должно быть, как получится. Поэтому вот я считаю, что так, ну, наверное, интерес сегодня больше в регионе, интерес, в общем-то, может быть, и проснется, но если не будет подхода серьезно, вот как я говорю, то это все краткосрочно, это краткосрочно, нужно делать фундаментально. Это вот мое такое мнение. И если брать у нас, у нас достаточно и футболистов перспективных, есть опытных, есть какое-то сегодня такое, что одни давят других, которые не могли, в общем-то, будет уходить завтра. Мы смотрим все лекции, но хотелось бы и внутри, и у нас и свои мальчишки, вот я три года уже, появились ребятки, которые сегодня, там, 99-го года, они заявлены за команду, и я вот жду, что они завтра будут играть, и будут наверняка играть. В любом регионе есть мальчишки, просто их надо довести и потом правильно, в общем-то, вставлять в команду. Вот так вот. Так что я что хочу сказать, уж Сокол и традиции имеет, историю имеет, и внимание было к Соколу, и премьер-лиги играли, и болельщик, наверное, со стажем помнит, как эта команда играла, и поддерживает ее хорошо, я думаю, и ждут возвращения, в общем-то, на какие-то позиции серьезные. Поэтому я вот пожелаю команде, чтобы она, ну уже сегодня я читал, обеспокоенная, чтобы уверенно остались, я думаю, уверенно остались. Ну а дальше, дальше я желаю, чтобы вот именно поддержка была сверху, а здесь серьезно, в общем-то, понимали, как строить команду. Тогда она будет, и я думаю, сам болельщик заслуживает это. Так что, удачи вам, успехов и хорошей команды. До свидания. До свидания.